28 поговорили о приобретении дома а сегодня у нас 1 августа 28 июля насколько четыре дня и вот уже мы здесь молоде вот скосил вот какая огромная куча это вот перед домом володя хозяин дома сейчас только сделка была произведена все записали вот она как мёк на полтора на полтора вот моя голубя от не ну а тут и дальше сарае идут пока их не трогаем вот разобрали лестница тут калачников жил пётр и григорьевич и едокия тихонов сестра моя вот сейчас раскапываем отмостку рубим уже сейчас 7 часов будет вечера у дома большие недостатки есть это вот пошла трещина трещина это вот она и видать и и самая большая трещина это опять вернусь теперь надо ли стягивать или что пока не знаем посоветуемся со всеми строителями вот так вот окно вот она видать лишь как пошла трещина 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 кирпич с двух сторон серьезное повреждение если трещина есть от означает фундамент вот фундамент такой дом настоящий покупатель покупать не будет ну потому что трещина это надо большую работу делать большую так она вот пошла пошла трещина дальше как будто бы ничего почему не заложили арматуру фундамент ну не строители ребятишки маленькие были еще сейчас мы вырубали здесь большое дерево натащили огромный лом и вырубили его вырубили кое-как два даже дерева уже они фундамент разрушают прям показано вон она уже где ну и вот стараемся все здесь какие заросли здесь крапивы всего подойти нельзя тут павловы развалины тоже надо приобрести отработать дом то есть молодя как всегда из нас косят кучи травы никита носят пробили за дорогу чтобы калитку там не закрыли плотную как ради не ставить к плотную это я никита потому что там рабится потом может придется и выбирать так маленько в сторонку отпуска вот так клади здесь пусть она гниет от колодец 13 лет полное запустение было никто не прикасался сегодня все это сразу бросились на отмостку на отдушины ну необходимо первую очередь сделать не сделали отдушину почему-то здесь вот для травы для сухой сделали большие кучи уже вот откопали вот железные подкладки под шпалы лежат и там не было вентиляции вот пришлось вот так прокапать под фундамент и делать вот посмотрите какой домик взяли домик-то хороший был бы если вы отдушины сделали да вот сюда зашли а это вот здесь уже в комнате скрыли полы полностью сгнили лаги вот они лаги какие влаги все сгнившие выдрали ни одной доски целой нету нету вот прокопали там под пол где теперь будет вентиляция такое дело ну и там дальше все так же это русская печь я когда-то делал хорошая печь она голландка одновременно греет там протекала очевидно там ну то есть серьезная серьезная работа предстоит ну мы все вместе дружим для определенной цели взятый приема гостей как гостиница для отдыха это все возможно отремонтировать здесь дальше там уже ничего не видать вот это вот банька это никогда увидит калашникова порадуется они в томске сейчас ребята молодцы не знаю сколько их четверо-пять раз брата бьет но тут и не видать ничего уже так идет там большой большой сарай для лошадей и для коров и все здесь есть все и дверь была открыта труба а на трубе ласточка свела гнездо вот так а наверху живут у меня голуби чё тут непонятно голуби и совсем другой разговор вот они голуби мои работают второй рядом домик оси сумеем приобрести хозяин уехал это никите уже обещаны на никиту будет дом переведен это володя сегодняшнего дня он хозяин дома для приема гостей или себя жить чтобы господь знал вот они узнают как работать для господа бога свободные люди которые это рабы христа все послания апостол начинает апостол павел раб иисуса христа якоб раб иисуса христа петр раб иисуса христа иуда раб иисуса христа а язычники но рабом не были так как вы не были рабом вы даже не знаете что служите сатане рабство ваше страшное так ребята посмотрите сколько яблок вы пойдете сегодня наберите себя во что-то там этого витали угостите хорошие яблочки так все все домой домой ладно идите там под зарядку стоит я тебе отдам володя все а ну-ка маленько колодец приподнимите еще там есть нет вот веревка какая-то убрать ее шланги оттуда качали значит не провалиться вы тут это колодец так никита впервые открывает за 13 лет наверно вон когда шланги идут может там какая-то аппаратура даже было там что он бетон там даже он эти стенки до вроде бетона переносе ты говоришь да это он это переноска там прямо в воде лежит ну это току то нет наверно утоку то нету конечно а муравьи 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 черные мой муравьи ну значит открыть тогда ее пускай не уходят положить по моему тут уже курицы не ходят кто тут упадет скотина не заходят а мураши увидят маленькой землю вы скребите оттуда руками и сразу уходите маленькой счета упадет вниз потом все можно будет сделать это у них доски там или внизу то это бетон бетон это значит они заливали работяги все петр григорьевич он молодец такой и такие мы не уступают в труде у нас не принято бездельничать вот они мураши с мурашами какая борьба выселить их отсюда потому что колодец был не для них все так господь народа переселяет до или уничтожает понятно ну еще больше с новосельем тебя владимир сегодня теперь будешь чувствовать у тебя есть друзья которые помогают все будет обделано как у тебя в лагере начальник лагеря за все отвечает отвечаешь ты ответственность не бойся никогда ответственности когда по правде бери это на себя вот сколько вы сделали калитка тут дальше соединить и два брата живут и калитка оказалась даже если калитку то это я кажется и делал тогда попросили сделать почему вроде колодца там не было что-то такое было и потом вот эту все муру то выбрать это траву то все суда или куда тарата тарабах ну вот где лежит пусть пока лежит и гниет ее никто забирать не будет не то кто и возьмет она перемешана с грязью нет идите яблок наберите себе яблочко два мне сорвете тут и малина еще только нет попробуй никита как яблочки конечно не украинские сладкие хорошие вот набирайте по карманам полная кармана набейте а там и виталий угостите я наверное сегодня пойду ужинать хотя каждый раз говорю не не охота идти то как чем ближе к ужину решимости все меньше и меньше так думаю спать легче будет и не будешь думать о чреве это потерял володю где никита залез и не видать его ты добивай кармана у тебя сзади то какие эти карманы которые я не люблю фуражку полную набери вот так вот издалека сейчас посмотрим как это выглядит дом 9 на 9 размер его да еще и пристройщика то есть если его отремонтировать да стянуть там где лопнуло что на готовый дом готовый фундамент подвел еще сделаешь свои люди матушка меня спросила не жалеешь она брала сыну в два раза больше платила чем продала остальное взяла на себя она добрая очень это моя лестница это пётр григорьевич оставил я люблю эту лестницу спасибо господи лесенка такая труба такую трубу теперь надо где-то достать видно банная труба на крышу ребята все такие выросли молодцы все работают научном институте везде его раз даниил 2 денис 3 марк 44 сына и дочь дарья в москве живет вышла замуж там а у наша валентина то сколько давид андрей 2 андрей 2 кирилл 3 роман 4 иосиф 5 кого я упустил по моему их 6 сыновей и дочь мария хорошие все ребята почему работяга все верующие посчитают родителей своим хозяйством домом живут все замечательно когда господь обращает души человека кто не верит тому плохо вот сегодня приехал начальник бульдозера завтра везут чтобы доставить бульдозер 21000 чтобы отвезти его назад еще двадцать одна ужас при моей пенсии 6523 рубля ой 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 на володя заходи я маленько там не добрал минуты три подождите мне охота закончить соединить положи где-нибудь их на можешь просто на пол положить вот так не охота закончить пока тринадцать лет ки кого не было и отмазка с таким слоем проросла ужас. Никита подошел бы сюда, сейчас я бы закончить, охота соединить с этим. Никита! Никита! Это на атмосфере все такое. Вот первый день мы только, первый день как дом приобрели, а уже с улицы идут и видят, появился хозяин, а никого не было. Притом огородчик продали, говорит ей нужен, да пожалуйста, нам он и не нужен. Когда по-свойски все. Лопата затупилась уже, не берет. Никита, куда ушел. Понесли мыши, кота хоронили. Где мои шестнадцать лет? Ооо, смотри как. Помушнул. Иди, а ты не так нужен был. Голос заставка. Вот это вот? Да, туда вот под ноги. Вот это вот закончить рядом. Подожди. Попробуй, потяни. Под низ прямо. Тебе надо рукавицу одеть. Во-во-во-во. Руки убери, сейчас я его подрублю. Во, бери. Туда тащи. Бросай под ноги. Теперь дальше вот эту вот тащи. Так, руки убери. А вот это попробуй оттуда взять. Вон тут дальше. Ну-ну. Так, отрывай ее. Вот так. Червей-то полно. Бросай под ноги. Совсем немножко осталось. Вот эту вот тащи. Давай. Попробуй-ка. Так, вертикально ставь, я ее надолблю. Убери руки. Тащи туда, в ту сторону. О, а червей море. Смотри. У-у-у, сколько. Ну-ка. Ну-ка, попробуй взять. Я считаю, что все, закончили. Ну-ка, вот эту возьми. Не пойдет? Нет, наверное. Подожди-ка. Сейчас я. Вот эту бери теперь в ту сторону. Ага. Топ. Руки еще убери. Попробуй. В ту сторону, дальше туда. Так, еще убери-ка руки. Руки убери. Она затупилась уже. Попробуй. О, отрывай ее и она там все. Отрывай ее. Подожди-ка, я сейчас надорву. Бери вот так, уборачивай. Все. Инструмент прятать. На, под пол утащить кое-что. Фундамент уже отлетел. Ну, около фундамента вот этот. Это все можно заштукатурить. Интересно, стекло, как лох, ничего не понятно. Так. Все на этом. Убирайте, я пошел. Саранча или кто это он? А? Саранча или кто это он? Саранча, да. Куда он лезет? Ну-ка. Так он калека. У него одной ноги нет. Видать, я его задел. Он далеко не уползет. Зелененький, красивый какой. Видишь, как он больной теперь. Ноги правой-то не видать. Наверное, здесь где-то рубил когда. Это один мужик решил бабу свою, говорит, испытать. И говорит, я такое дело сделал. Говорит, на сердце переживаю. Не знаю, с кем поделиться. Так со мной. Да ты болтаешь много у колодца. Выйдешь, я вижу, он с Юркой соседней стоишь. Она такая болтушка. Да ты что? Ты знаешь, что если его знает кто-то, меня посадят. Одна будешь париться здесь с ребятишками. Никогда. Игорек, скажи, что? Не скажешь? Нет. Смотри, курва. Башку отшибу. А как же отсебешь, если тебя арестуют? То-то и оно. Товарищи пошлю, я отшибу. Так а что было-то? Кузнеца убил. Да ты чего, Игорь? Да как ты мог так? Да я его схоронил. Никто не видал. Сохоронил? А где? Ну, это нельзя знать. Найдут тогда вещественное доказательство. Ну, скажи, не могу. Она как Долида к Самсону пристала. Где? Где? За огородом у нас канава. Видела старая селосная яма-то? Ну, теперь она заброшенная. Я там и захоронил. Ладно, я за водой побежала. А он в окно смотрит. И видит, она что-то другую руку подставляет, как он и начинает ей говорить. Там махнула рукой и побежала от колодца. Маленько погодя, глядит, вся деревня на него идет с колями, с велами. Мужик ахнул. Что такое вышел? Так. Будет придурять это. Иди, раскапывай. Где убил человека? Какого человека? Какого? Кузнеца. Кузнеца? Не знаю я. Ладно, дурить-то. Так, кто тебе сказал? Ну, кто? Вон пришла. Нюрка сказала. А это кто? А это сказала Танька. А это и Манька. Всех выявили. Все видели. Он пошел коробочку спичечную. Открыл. И там вот это кузнечик лежит. Кузнечик лежит без одной ноги. Так он и не убитый, говорит, еще. Что значит тайна? Если ты тайну не удержал, как можешь ее от другого требовать? Так и здесь. У меня есть одна тайна. Большая битва принадлежит русскому народу, если не будут они любить друг друга, если будут привязываться, подкапываться, как вот сейчас к нам, к нашему детскому лагерю-то. Люди не все такие будут, как мы. Как говорит Лев Толстой, в начале войны и мир берет дубину и начнет гвоздать, пока мозги не размажет. Мы промолчали, но другие молчать не будут. Поэтому надо прекратить вот это приставание друг к другу. А наоборот помочь, чтобы жили люди здоровые, сильные, смелые и прочее. Разогнали наш лагерь. Лагерь закрытый, больше его не будет. В том виде, как был. Но детьми я буду заниматься. Господь как-то усмотрит. Вот. Они требуют теперь моей, говорится, головы. Требуют закрыть лагерь. Когда 27 июля был суд. А я его 18-го закрыл уже. Я начальник, основатель лагеря, 45 лет. Никому не подчиняюсь я. Самовластный. Распустил лагерь. Паству свою сказал по домам. Малыми группами растекайтесь, чтобы враг не поймал. Выходим из плена. Они с нами ничего не дают. И когда у нас был тогда обыск. Не обыск здесь это. Ну, комиссия-то была. Рос какой-то там. Не дурдом, а как-то что-то. Какое-то второе слово. Что-то дармоедство. Или как-то какое-то такое слово. Нехорошее. Потреб. Потреб. То есть у них потребность какая-то. Потреб надзор. То есть надо надзирать где-то. Я им сказал, вам меня не выковырнуть. Смотрят такой. Я говорю, я в рост в землю 45 лет. Со мной уже сколько боролись. Вам ничего не сделают. Почему? Потому что я делаю дело государственной важности. Поднимаю детей. А вы решили их разогнать. Ну, разогнали. Ну и что? Теперь дети разъехались. Хорошее мнение о вас. Так вы закрываете другое. Я ловлю другие слова. А нас пишут, сожалеют. Говорят, коммунисты этого даже не делали. Я скажу, да, не делали. А это хорошее дело. Дело это. Ну, с детеви-то зачем воевать? Смотрите там, чтобы не продавали гнилые продукты. А то велосипед продают, а ключей нету. Насоса нету. Поворось. Вот за этим смотрите. Этих крохоборов-то прижимайте. И вот поэтому я когда говорю о чем-то, я попутно другое беру. Тайны. Я тайну сказал, что нехорошие слухи идут об этой организации, которая пристает. И поэтому не надо этого делать. Русский народ долготерпеливый. Долго терпит. Но если сорвется, мало не покажется. Надо вовремя остановиться. Сделали замечание, то другое. На три месяца закрывают. Зачем закрывать? Никто не пострадал у нас. Если опасность на дороге создается, его штрафуют. Кому я опасность создал? От палочки есть. Переработаем, ни один не болеет. Чего палочки бояться? Микробов. Бациллы разные. Человек сильное создание, Богом установленное. Никогда на таблетках никто не жил. Пример я. Пример для вас я. 77 лет. Я еще ни одной таблетки не съел. А подряд все, что было, все мы ели. И лебеду, и рыжик. Все. Уходим. Лешу покажи. Хорошие у нас люди. Вот только в начале сегодня, посмотри. Заметно? Нет. Уже пробили. Да в начале это не с утра. Почти с обеда. И уже меняется картина. Да благословит Господь всех, кто будет здесь жить. А тебе, Володя, желаю быть настоящим хозяином, гостеприимным. Принимать много людей, детей, взрослых, приезжих откуда. И Бог благословит. Пошли.